Всем привет, с вами Тед и это кофе с Тедом на этой... В этой рубрике мы просто поговорим о каких-то интересных вещах, о мотивации, самосовершенствовании. И сегодня мы поговорим как раз-таки об эффекте Доннинга-Крюгера. Наверное, я правильно сказал, без понятия. Я просто знаю, что это так называется, но в целом поговорить о том, почему глупые люди или не знающие, не специалисты часто думают, что они специалисты и знают всё. А при этом те, кто реальные эксперты, недооценивают себя и пытаются именно говорить, что они не понимают и не знают всего. Это достаточно интересный эффект и он происходит повсеместно. Абсолютно повсеместно. Интересная такая цитатка. Чтобы понять, что вы не знаете ничего, нужно узнать хоть что-то. И это реально база, основа основ. Меня, в принципе, вы многие знаете как профессионального игрока в различные игры, в том числе в стратегии, такие как StarCraft 2, в MOBA игры, League of Legends, Dota 2. И это встречается повсеместно в этих игровых дисциплинах, как вообще, в принципе, вообще повсеместно. Поэтому я и решил сегодня затронуть эту тему, почему слабые игроки думают, что они на самом деле сильные. Почему так происходит? А лучшие игроки, к примеру, наоборот, всегда себя недооценивают и говорят, я недостаточно готов. Вот достаточно занятный график, который я нарисовал в Paint. Мои графики в Paint всегда шедевральны и надеюсь, они вам нравятся. Посмотрим на него. Красная стрелочка указывает на уверенность. Уверенность в себе, в своих знаниях, в своих силах. То есть она идет от 0%, да, вот 0 у нас здесь, до 100%. Вот у нас 100% тут. И слева направо, вот эта зеленая, у нас идет это то, насколько у нас реально есть опыта и знаний в какой-то сфере. И вот эта вот первая точка, эта точка будет называться новичок. То есть новичок, наш начинающий игрок, к примеру, который только пришел, сел, вот здесь вот он ничего не понимает. И как только он берет и какую-то маленькую-маленькую часть, буквально 10-20% хотя бы знаний он получает, он начинает думать, что он знает все. Все очень просто. Почему так реагируют новички? Потому что сказать себе, что это только начало и я не знаю ничего, не могут обычно 99% людей. Потому что наш мозг, он пытается всегда сказать, мы замечательны. Ребята, вы тоже замечательны, поэтому напишите просто, что вы замечательны. В комментах это будет круто. Ну что происходит с этим новичком? Он будет всем рассказывать, как он все знает, все умеет, все-все-все может. Естественно, он лучше всех. Они будут между собой, таких два новичка, спорить и доказывать свою правоту. А тот, кто уже знает хотя бы 50% информации, он начинает понимать, что я ничего не знаю. Просто-напросто ничего. То есть он понимает, что все, что он знал, вот эта вот половина, это лишь маленькая часть того, что ему предстоит узнать и разобраться в теме, которой он занимается. Здесь для интереса мы сейчас будем давать примеры языка. А вот эта точка, это уже эксперт. Он знает практически все, но пройдя вот этот вот огромный путь до 100% абсолютного понимания, эксперт знает, что, скорее всего, есть еще что-то, что я не знаю, и он не уверен уже в своих силах. Он прошел долгий путь, получил огромное количество опыта. И поэтому те, кто реальные эксперты, могут часто себя недооценивать, думать, что еще что-то есть, я могу что-то не знать. Эта тема реально сложная. В то время как новички, зная пару основ, конечно, всегда будут говорить, что они знают все. Посмотрим вот в замедлении, к примеру, на этот матч в Лигу Легенд. Будем смотреть вот на этого персонажа, Когмаш. Мы смотрим профессиональную игру. И если будет смотреть эту игру, к примеру, на ячок, он будет думать, ну хорошо, наш персонаж бегает, сражается тут с миньонами, и все нормально. Я точно так же могу, я точно так же делаю в своих играх. Но почему же вот игрок, который играет здесь, у нас на самом деле один из самых лучших игроков, а новички будут думать, что они такие же самые лучшие, но при этом в реальности они будут никем. Все очень просто. Это как раз таки уровень понимания знаний. То есть новичок будет думать, что все, что здесь делает человек, играющий вот на персонажа Когмаш, мы его так дальше и будем называть Когмаш для удобства, собственно. Как мне сесть, наверное, вот так, чтобы меня тоже было видно. Он всего лишь стоит. Но в реальности он каждый момент, он сканирует глазами происходящее вокруг, он пытается думать, какое именно возможное развитие событий может в ближайшем будущем быть. И посмотрите, посмотрите. То есть вот притяжение идет крюком, к примеру, и он все это понимает. Он в данный момент сканирует, где его персонаж, где вражеский персонаж. И от этого вражеского персонажа он представляет себе мысленно, представляет себе вот такой полукруг, к примеру, в котором этот персонаж может представлять угрозу. И он сканирует это расстояние и пытается держаться постоянно на вот этом расстоянии от него. То есть на данный момент, как вы видите, он только начал сближаться, видит, что этот персонаж делает шаг вверх, он сразу же делает шаг назад. То есть он делает не просто так шаг назад, он понимает, что если он сделает еще один шаг вниз, то он окажется вот в этом вот радиусе, как раз таки в котором он может попасться и попасть в неприятную ситуацию. То есть вот в этот момент как раз он видит, что персонаж смотрит на него, и самое время развернуться, посмотрите. И он постоянно стоит в пачке именно с другими миньонами, чтобы, если что, ими прикрываться. То есть таким образом он каждый шаг свой калькулирует и продумывает и делает его правильно. Новичок же при этом, конечно же, ни о чем не думает, он просто бегает на линии и говорит, ну, это выглядит так же. Вот и вся разница того, когда вы понимаете полностью все происходящее или нет. И дальше как кто-то может даже об этом понять, подумать и тоже считать себя профессионалом. Но он уже не думает о чем? О том, что сейчас персонаж использовал свою способность. Эта способность имеет свой ресурс. Не только затраты маны, но и перезарядку. И, к примеру, перезарядка этой способности это тот тайминг, который у него есть на более наглое действие. То есть он играл сейчас более пассивно, аккуратно в миньонах, держа расстояние. Но после того, как соперник использовал свою способность, у него появляется, к примеру, 10 секунд, где он может уже более нагло себя вести и играть более агрессивно. Смотрите, он уже не будет думать там, пытаться прям жестко где-то использовать свое место. Он понимает, что он может уже немножко агрессивнее нападать. Вот он выходит, нападает на вражеского персонажа. Вот он опять идет нападать на вражеского персонажа. По одной простой причине, понимаете? Потому что он анализирует все происходящее вокруг. Он анализирует вот эти вот возможности вражеских персонажей, напасть или не напасть. И считает, считает в голове эти таймеры. Вот таймер прошел, и сейчас он продолжит опять играть более аккуратно. Это то, что понимают игроки в Лигу Легенд. Позже время, к примеру, в StarCraft 2. Меня очень удивило, я недавно смотрел финалы корейского турнира. И там, получается, сражался Зоун и Трап. И вот как раз-таки комментаторы даже уже немножко расслабились, потому что поддержка StarCraft 2 прекращается. И поэтому они не хотят, наверное, хорошо выполнять свою работу и грамотно анализировать, как они это могли делать раньше. На самом деле, раньше вот эти англоязычные комментаторы намного лучше анализировали игру. И здесь они всю игру, все пять минут, которые сейчас прошли, и ругали Зоуна за то, что он что-то делает плохо. Но на самом деле плохо здесь сделали только они свою работу. Они говорили, что Зоун делает кривой билд, у него все плохо, он волнуется. Но они забыли, что это пятая игра в серии. И самые профессиональные игроки думают не просто одной игрой, они думают целой серии о том, что происходит. И все прошлые игры соперник Зоуна Трап предпринимал очень-очень-очень классные действия, показывая Зоуну, что он играет агрессивно, что он делает прокси-роба, что он еще делает какие-то стратегии, от которых Зоуну нужно как-то обороняться и реагировать. И здесь в этой игре почему-то они не заметили, что Трап пошел в разведку в самом начале. В левый верхний угол своей половины карты. Поставил там прокси-пилон, подождал какое-то время и только потом пошел уже разведывать. Таким образом, на базу к сопернику он прибежал по таймингу 2.20. А это именно краски тот тайминг, с которого прибегает пробка после прокси-роба, чтобы разведать хоть как-нибудь. И посмотрите на действия Зоуна. Он просто берет это в расчет и реагирует сразу же, как на прокси-роба. Он ставит дополнительную батарейку, это дает ему защиту. И он реагирует уже на предполагаемую стратегию, чтобы иметь возможность одержать победу. То есть комментаторы про это почему-то не перестали говорить. Но опять же, они вот расслабились и даже они попали в эту ловушку, где как раз таки те, кто немножко не обладают достаточным уровнем знаний, конфиденции и уверенности в своих навыках, они вот говорят, что Зоун делает какую-то ерунду. Хотя именно Зоун играл профессионально и качественно. Просто допустил именно ошибку, ему не повезло, его соперник переиграл. Вот и все. Поэтому, как вы видите, даже очень сильные игроки всегда попадаются в эту ловушку. Ну, именно сильными игроками в данной ситуации я подразумеваю, как комментаторов, которые как бы вроде бы сильные, много комментируют, много должны понимать, но при этом все равно где-то немножко расслабляются и попадаются в ловушку такую, что они сами думают, что они все знают, все хорошо. Но в реальности оказывается, что они тоже допускают ошибки и все допускают ошибки. Вот, но такой вот интересный эффект. Надеюсь, вам понравилось. Как вам вообще рубрика? Обязательно напишите, что вы великолепны. Кофе с Тедом. Можно послушать всякие умности, либо не послушать, а просто врубить, помотать ролик, поставить лайк. И на этом будет круто. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok